САМАРСКАЯ СЕРЕДА Когда предприятию необходимо вводить в штатное расписание должность специалиста по охране труда, какие обязанности на них возлагаются? Чем отличается специалист по охране труда от ответственного по охране труда? В нашей студии Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и предлагаю начать, наверное, вот с базы, с основ. Разберемся в терминах. Кто такие специалисты по охране труда вообще в целом? Ну, в качестве специалистов по охране труда могут выступать, во-первых, очень квалифицированные люди. То есть люди, обладающиеся профессиональными навыками, профессиональными образованиями. И, кроме того, это первые помощники работодателя для того, чтобы ему организовать эту работу по охране труда. Мы в вашей студии уже неоднократно упоминали о том, сколько всего наши дорогие работодатели должны обеспечить для того, чтобы соответствовать требованиям трудового законодательства. Так вот, как раз для того, чтобы не отвлекать руководителей от повседневных своих обязанностей, от тем, чтобы заниматься своими непосредственными делами, руководством, бизнесом в том числе, как раз и есть эти люди, специалисты по охране труда, которые и помогут наладить эту самую работу. Ну, то есть, по большому счету, это люди, которые помогают, с одной стороны, руководителю, с другой стороны, выполняют важнейшие задачи. А какие, собственно, задачи, какие обязанности на них возлагаются? Вот это, наверное, самый важный вопрос, сложный. Самое важное, ну, чтобы разобраться о том, чем же они заниматься у нас будут, они будут организовывать работу по охране труда и, по сути, реализовывать те обязанности, которые есть у работодателя с точки зрения трудового законодательства, именно связанные с охраной труда. Все эти обязанности у нас перечисляются в 214 статье Трудового кодекса. Вообще существует миф, что у нас работодатели, они такие всевластные, работники у нас ущемленные. Но если мы с вами сравним по объему количества обязанностей работодателя и количества обязанностей работника, то они в несколько раз будут меньше у работника по сравнению с работодателем. В частности, специалисты по охране труда, они у нас организуют процесс обучения по охране труда. Организуют медицинские осмотры, организуют обеспечение работников спецодеждой, смывающими средствами. Ведут, в том числе помогают ввести документы оборот в области охраны труда, разрабатывают локальные нормативные акты. Ну и на самом деле работы там очень много. То есть, по большому счету, это человек, который выполняет на самом деле больший объем задач, чем мы даже предполагаем. Что меня удивило и что заинтересовало? Вы сказали, что они в том числе занимаются организацией медицинских комиссий. Медицинских осмотров. Медицинских осмотров, да. А почему это на них возлагается? Потому что на первый взгляд это как бы не совсем их задача. Если мы возьмем профессиональный стандарт, а у нас профессиональные стандарты все чаще входят в нашу повседневную жизнь, в оборот, то действительно там вот именно этих задач, как обучение, медосмотр и прочее, мы там не найдем. Потому что специалист по охране труда должен носить больше консультационную роль иметь. То есть, опять-таки, направлять деятельность организации в соответствии с требованиями законодательства. И при этом нужно понимать, что один единый специалист с всеми обязанностями, всеми задачами не справится. То есть, мы должны понимать, что это не такая вот рабочая лошадка, на которой все ездят, все бумажки на него туда сваливают, все процессы на него завязывают. То есть, это человек, который, собственно говоря, помогает руководителю распределить обязанности между, в том числе, должностными лицами. Да, он действительно осуществляет огромный объем работы. Но при всем при этом, он подсказывает, как более эффективно задействовать все уровни управления самой организацией. Я в таком случае всегда привожу пример замечательного советского мультфильма. Помните, как купец попросил с корняка сшить шапку? Можно шкурку? Можно. Опять, и пять можно. Может ли специалист по охране труда делать все сам? То есть, и процесс обучения организовывать, и медосмотр организовывать, и все прочее? Ну, конечно, может. Только, опять-таки, значит, другие задачи его будут страдать. При этом, если грамотный руководитель разделяет обязанности между, в том числе, кадровыми службами, бухгалтериями, другими уровнями управления, тогда работа будет спориться, и, соответственно, работа будет более эффективной. А в части медицинских осмотров, о чем вы говорили... Ну, да, потому что меня это удивило немножко. Дело в том, что для того, чтобы нам грамотно организовать работу по охране труда, у нас есть такой документ, как система управления охраной труда, где, собственно говоря, как раз все моменты, все задачи распределяются между всеми уровнями управления. Ну, в частности, вот нам необходимо провести медицинский осмотр. Соответственно, руководители принимают управленческие решения, дают задания конкретно должностным лицам, что они должны делать. Бухгалтер должен изыскать денежные средства на этот сам медицинский осмотр. Экономист должен рассчитать, соответственно, сколько денежных средств нам потребуется. Контрактный управляющий, соответственно, разыграть закупку, организовать, заключить договорчик. Специалист по охране труда, он у нас будет определять, кто именно в организации должен проходить медицинский осмотр. Потому что есть у нас специальный порядок проведения медицинских осмотров, где у нас указано, какие вообще категории работников и в какие сроки проходят эти медицинские осмотры. Ну, надо сказать, что стороннему человеку, насколько бы просто законодатель не пытался писать нормативный акт, то разобраться без специальных навыков, без специального опыта довольно-таки сложно. Поэтому вот как раз специалист по охране труда, он составляет такой документ, как поименные списки работников, которые должны в определенный порядок проходить эти самые медицинские осмотры. Ну, дальше у нас на специалист по охране труда этот процесс не завершается. Дальше, соответственно, подключаются и кадровые работники, которые вставляют уже списки по конкретным датам, когда какие работники проходить у нас будут, и непосредственно начальники, которые у нас подключаются на этапе контроля, чтобы эти работники проходили медицинские осмотры. То есть вот как раз вот такая вот связочка у нас должна действовать. И причем это связано не только... Такая схема у нас работает не только с медицинским осмотром, она у нас и с обучением также работает, и с обеспечением спецодеждой. То есть каждый из этих элементов управления, он у нас задействуется. Ну, а кто как раз и выстраивает эту систему, чтобы она у нас правильно, грамотно, эффективно работала, и это как раз специалисты по охране труда. Здесь вот важный момент, это как распределить вот эти обязанности между специалистом по охране труда и сотрудником отдела кадров. Потому что вот вы сами сказали, что здесь принимают решения несколько человек, и как мне кажется, иногда могут вот их обязанности пересекаться, кадровика и специалисты по охране труда. А я уже упоминал, что у нас, если в организации эффективно работает система управления охраной труда, если она у нас оформлена, если каждый знает, каждый солдат знает свой маневр, то, соответственно, вот таких вот пересечений у нас будет минимум, и все будет работать очень эффективно. Ну, согласен. Здесь еще одна тогда возникает интересная ситуация для того, чтобы вот это все делать, потому что список на самом деле огромный. Специалист по охране труда должен обладать огромными знаниями. У него должен быть, ну, большой список квалификационных, так сказать, навыков. Вот что они должны знать и уметь, эти люди? Какой набор квалификационных требований к ним предъявляется? Ну, основные квалификационные требования у нас возлагаются в профессиональном стандарте специалиста по охране труда. Да, он уже есть, и более того, он уже несколько раз был переписан. Тут особенность какая? Если мы возьмем более ранний период, то введение тех же самых профессиональных стандартов, то чаще всего специалистами по охране труда становились две категории. Я имею в виду в организациях. Это либо люди далеко пенсионного возраста, на которых думали, ну, чем бы их занять, а давай поручим им заниматься охраной труда. Благо, что ни руководитель не знает, что это такое, ни кадровый работник. Это бы про какие-то очень древние времена. Ну, к сожалению, они у нас были и не так давно. Либо же это, наоборот, человек, который только закончил вуз, пришел, и тоже руководитель думает, а что бы мне его занять, пока он еще не набрал все опыта? А давай-ка я поручу ему заниматься охраной труда. Ну, а по истечению времени, после того, как у нас уже был введен профессиональный стандарт, ну, и штрафы по охране труда, они перестали быть смехотворными. В настоящий момент у нас штрафные санкции очень серьезные за нарушение требований охраны труда. Так вот, теперь работодатели начинают задумываться о том, что должен этим, этой деятельностью, этим заниматься человек, во-первых, профессиональный, во-вторых, обладающий специальными навыками. Поэтому теперь, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, у нас указано, что тот же самый руководитель службы охраны труда, мы не можем взять на эту должность человека без опыта. То есть он должен отработать определенное количество лет в качестве рядового специалиста по охране труда. Там уже градируется у нас зависимость от категории. А даже обычный специалист по охране труда, он должен иметь у нас с вами профессиональные навыки, выражающиеся профессиональным образованием. То есть либо иметь высшее или среднеспециальное профессиональное образование, либо профессиональную переподготовку. Ну, у нас в Самарской области два вуза учат именно профессиональных специалистов по охране труда. В Самаре и в Тольятти есть такие вузы, которые как раз дают такие профессиональные навыки. То есть есть прям факультеты, где готовят специалистов по охране труда. Совершенно верно, да. Они у нас ориентированы на техносферную безопасность, Они очень востребованы на рынке, особенно это касается промышленных крупных предприятий, которые действительно понимают, что эта тема им очень важна. От работы этих специалистов зависит очень и очень многое в организации, в том числе сохранение жизни работников, в том числе и на штрафах они тоже экономят большие денежные средства. То есть они как раз, этих выпускников они буквально нарасхват. Но и в других организациях, даже не в крупных, не в больших промышленных, тоже специалист работу найдет. Мы периодически мониторим различные сайты, где у нас публикуются вакансии, но надо сказать, что вакансий именно специалистов по охране труда довольно большое количество. Много людей требуется. То есть сейчас на самом деле это рынок работника, вот если брать рынок охраны труда именно с точки зрения профессии, то сейчас работник может выбирать, то есть сидеть и смотреть, куда будем пойти. Совершенно верно. К нам периодически работодатели обращаются с просьбой найдите нам хорошего специалиста. Мы готовы платить денежные средства, довольно неплохие по рынку, ради того, чтобы, пожалуйста, вот найдите, пожалуйста, нам специалист, кто будет работать. Ну, в настоящий момент у нас спрос определяет, опережает предложение, поэтому с профессией это довольно перспективно я. Ну, мы, конечно, не кадровые агентства, поэтому мы их в Центр занятости отправляем, говорим о том, что, пожалуйста, обращайтесь, там вам наши коллеги Центра занятости обязательно в порядке помогут найти подходящего вам человека. Поэтому, если кто-то в настоящий момент у нас задумывается о том, какую профессию выбрать, мы рекомендуем присмотреться именно к профессии специалиста по охране труда. То есть это перспективно, это востребованно, и, что называется, ты всегда будешь нужен? Ну, однозначно, потому что профессиональная деятельность, производственная деятельность, те же самые мы в настоящий момент наблюдаем, что у нас промышленные предприятия возрождаются активно, а значит, на них будут работать люди, люди, в том числе и рабочих профессий, но значит, их труд надо будет в обязательном порядке организовывать так, чтобы не было несчастных случаев, и труд их был максимально безопасен. А кто этим будет заниматься, как не специалисты по охране труда? Ну да, вот сейчас как раз лето, период экзаменов, и люди перед тем, как подавать документы, кстати, есть смысл подумать, потому что, ну, да, это, наверное, одна из тех профессий, которая будет нужна и через 10, и через 20, и через 100 лет. Причем войти в эту профессию, ну, не сказать, что прям очень сложно, причем люди начинают заниматься абсолютно разного возраста, это не значит, что это только доступно молодым людям, которые только-только начинают свою профессиональную деятельность. Я знаю довольно большое количество людей, которые там и в 40, и в 50 лет начинают заниматься, здесь главное желание. Нужно понимать, что знаний здесь требуется довольно много, то есть нормативно-правая база в области охраны труда, она довольно объемна, и она в настоящий момент с 2020 года претерпевает, ну, серьезнейшие изменения. У нас почти вся нормативная база за последние 4 года была изменена, начиная от Трудового кодекса, заканчивая законными и подзаконными актами. Главное, что это просто быть готовым, готовым к тому, что работать придется много, и в первую очередь нужно постоянно быть готовым к тому, что нужно постоянно учиться, постоянно повышать свою квалификацию. А, кстати, вот такой вопрос интересный, неожиданный, это профессия больше мужская или женская? Там кого больше, мужчин или женщин? Да, мне кажется, что это 50 на 50, потому что, опять-таки, все зависит у нас с вами будет от условий труда. Если мы говорим о каких-нибудь буровых установках, там же тоже специалисты по охране труда. Конечно, еще какие! Да, поэтому там, наверное, приживают чаще всего такие крепкие здоровые мужчины, хотя, надо сказать, что есть у меня одна хорошая знакомая, которая работает на севере. Очень много лет она специалист по охране труда, и вот свой север она не променяет ни на какие-нибудь теплые моря. Ей там очень нравится, она профессионал с большой буквы. В каких-нибудь офисных организациях, ну, чаще всего у нас там милые дамы работают, в школах у нас это почти подавляющее большинство у нас тоже девушки, женщины работают специалистами по охране труда. Да, поэтому какой-то гендерных особенностей у специалистов по охране труда нет. Было бы, что называется, желание. Ну, то есть, в зависимости, конечно, да, от специфики. Если это буровая или если это какой-то завод, ну, конечно, мужику легче там станки, так сказать, осмотреть и пролезть там по каким-то там сложным местам. Ну, кстати, вот я задумался о том, что вы сказали, что даже в школах есть специалист по охране труда, а там именно специалист по охране труда, вот в школе, например, или ответственный за охрану труда? Вот я плавно к этой теме подвожу. Тут смотреть, какая ситуация. У нас трудовой кодекс говорит, что если штатная численность организации больше 50 человек, то есть 51 и более, то в обязательном порядке, в штатном расписании абсолютно любой организации, независимо, чем она занимается, будь то школа, офис, магазин или промышленные предприятия, в обязательном порядке работодатель должен вести штатную единицу специалиста по охране труда. А если штатная численность меньше 51 человека, но 50 и меньше, то тогда у работодателя есть варианты. Вариантов таких у нас в принципе четыре. Первое, это ничто не мешает ввести штатную единицу специалиста. Опять-таки это очень серьезно облегчит работу самого работодателя, убережет его от многих больших проблем. Второй вариант, если штатная численность организации совсем маленькая, какое-нибудь микропредприятие, то тогда руководитель может сам заниматься этой самой работой в свободное, что называется, время. Третий вариант, это он может из числа своих работников назначить кого-то ответственно, но, конечно, в обязательном порядке за вознаграждение, то есть за расширение зоны работы этого работника, соответственно, он будет получать какие-то денежные средства, сколько он будет платить и как будет платить, это будет решаться уже между работодателем и работником, ну то есть на договорных условиях. И четвертый вариант, есть специализированные организации, которые могут осуществлять работу вместо специалистов по охране труда. Но нужно понимать, что это аккредитуемый вид деятельности, то есть у этой организации должна быть аккредитация Минтруда Российской Федерации. На официальном сайте Минтруда Российской Федерации есть специальный реестр, реестр организаций работающих в области охраны труда. И все организации, которые имеют право осуществлять такую работу, они в этом реестре указаны. Вот для того, чтобы нанять опытную, что называется, имеющую право организацию, я всем рекомендую всегда этим реестром пользоваться, чтобы не нарваться на неблаговидных, соответственно, исполнителей. — Неожиданно, кстати. То есть получается, по сути дела, это очень похоже на аутсорс, ну, например, бухгалтерию многие отдают на аутсорс сторонней организации. — Ну да, по сути, да, это и сходство есть, совершенно верно. — То есть ты можешь заключать договор, и специалист сторонний будет приходить, выполнять какие-то обязанности, ты будешь оплачивать юридическому лицу. Ну, а вы, кстати, сами-то вот, какой вам вариант больше нравится? Или это в зависимости от ситуации? — Опять-таки, это все будет зависеть от ситуации. Смотря, чем занимается организация, смотря на в каком состоянии у нее дела. Бывают такие ситуации, что работа уже настроена таким образом, что, ну, все идет уже как по маслу. В таком случае руководители иногда и сами справляются, даже если 50 человек, у них штатная численность. Тем более, если коллектив, у них текучки нет никакой, они уже привыкли, они сами уже ходят там на все мероприятия по охране труда, их не надо ни подталкивать, ни мотивировать никак. А бывают ситуации, что даже организация маленькая, а там, что называется, конь не валялся, и поэтому они, там вот действительно нужен специалист, который будет всю эту работу как-то налаживать. Руководитель организации сам принимает решение, какой вариант ему более допустим. Но, опять-таки, только в том случае, если штатная численность меньше 51 человека. А если уж 51, ну, тут уж от специалиста вам уж никак не отвертеться, он должен быть в обязательном порядке. По закону. А чем отличается вот тогда ответственный за охрану труда от специалиста по охране труда, а не фундаментально? Какая разница? Ну, фундаментально это ответственный будет, помимо работы по охране труда, исполнять свою основную работу. То есть, соответственно, время он тратить будет на эти мероприятия значительно меньше. Меньше у него возможностей повышать свое образование, квалификацию. То есть, не постоянно следить за изменениями в законодательстве именно по охране труда. Он же наверняка чем-то еще будет заниматься. Готов ли он тратить свое, допустим, личное время после работы, если у него загруженность очень большая, на то, чтобы как-то изучать вопросы охраны труда. Готов ли он посещать те же самые информационные семинары. Семинаров у нас проводится довольно большое количество. Ну, вот мы профессионально занимаемся охраной труда. Ну, и скажу так, что когда меняет законодательство, мы сами очень активно слушаем, посещаем различные семинары, которые проводятся у нас, нашими коллегами из других ведомств и органов. И без посещения этих семинаров разобраться, хитро сплетение этих мероприятий, ну, довольно сложно. Потому что иногда одну и ту же норму некоторые органы трактуют, ну, совершенно по-разному. А из-за этого приходится, соответственно, и свою работу строить уже, соответственно, исходя из того, как тот или иной орган будет трактовать ту или иную норму действующего законодательства. Поэтому, если есть у работодателя возможность иметь штатного специалиста по охране труда, я всегда рекомендую эту должность вводить. Как вот показывает мой опыт, сэкономить на специалисте по охране труда, ну, еще никому не удалось. В плане того, что эти денежные средства, которые вы сэкономите на зарплате, в порог организации не пойдут. Пользы от специалиста по охране труда значительно больше, чем будет сэкономить денежные средства. — Здесь еще важнейший же вопрос. Вот ты, когда берешь, назначаешь, вернее, ответственного за охрану труда, этот человек должен изначально уже обладать определенными знаниями, потому что ему нужно уже сразу работать. И пока он вот с этим разберется совсем. Здесь вопрос очень сложный, потому что вот кого подобрать, кто к этому предрасположен и хотя бы какой-то базы располагает. Вот ведь проблема в чем. — Ну, проблема это, в принципе, легко решается. — Теоретически котровик. — Это легко решается проблема, потому что, опять-таки, у нас есть помощники, которые помогут разобраться в обязательном порядке во всех расплетениях трудового законодательства. Это и наша служба. То есть к нам любой человек, любое должностное лицо, любой руководитель организации может прийти, попросить помощи. Мы поможем в, собственно говоря, направим, укажем на проблемные моменты организации, составим план того, что в первую очередь следует сделать, на что обратить в первую очередь внимание. Аналогичную помощь у нас оказывают наши коллеги с Минтруда Самарской области. Аналогичную помощь оказывают наши коллеги с госинспекцией. Их очень сильно боятся, потому что они штрафуют. Но при всем при этом они очень активно консультируют, очень активно помогают. Еще никому они не отказали в помощи в проведении тех же самых профилактических визитов, где можно пригласить себе специалиста, нашего специалиста Минтруда, госинспекции, социального фонда, где мы придем и уже на месте посмотрим ваши документы. Штрафовать сразу говорю не будем, ни они, ни мы, ни какое другое ведомство в процессе профилактического визита, но подскажем, поможем решить те или иные моменты в обязательном порядке. Поэтому если работодатель боится брать человека без опыта, я уверяю, что если этот человек, которого вы принимаете на работу, обладает желанием разобраться в ситуации, то мы все вместе, коллективно, в обязательном порядке его не бросим, в обязательном порядке ему поможем. Ну и тем более семинаров у нас, и нами, и нашими коллегами проводится довольно большое количество, посещаете мероприятия, наберется профессиональных навыков. Многие на наших мероприятиях, я знаю, знакомятся между собой, начинают уже общаться, обмениваться каким-то опытом уже между собой. То есть наше профессиональное сообщество специалистов по охране труда в городе Самара, оно довольно активное, оно постоянно пытается как-то помогать новеньким, поэтому тут уж без помощи ни в коем случае не оставим, бояться этого не следует. — А за какое время примерно человек может, ну, что называется, базовые знания получить, вот на ваш взгляд, месяц, полгода, три месяца, сколько? Сложно сказать? — Знаете, не так давно на одном из проводимых мной семинаров ко мне подошел мужчина и сказал, я вот, отработав полгода в охране труда, я знал все. Поработав три года, я не знаю ничего. Поэтому здесь... — Ну, понятно, чем больше круг знаний, тем больше площадь незнания. — Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому я уже говорил о том, что нужно, в первую очередь, это желание постоянно учиться, постоянно повышать свою квалификацию. Не замыкаться ни в коем случае на своей организации, общаться с коллегами. Они подскажут, они расскажут, они новые горизонты дадут. Потому что, опять-таки, вот у нас существует, в настоящий момент мы с вами потихонечку, законодатель дает нам такой-то толчок, мы отходим от требований охраны труда. Когда законодатель четко говорит нам о том, что делайте вот так и так, и ни в коем случае не отходите от того, что я говорю. Мы в настоящий момент отходим от стандартов к требованиям переходим охраны труда. То есть, законодатель дает нам только ориентиры и говорит о том, что нужно, чтобы работники были обучены. Соответственно, как вы будете провести процесс обучения, вы определяете самостоятельно, потому что у вас структура уникальная, организация каждая уникальная. Нужно провести медосмотр, опять, как вы будете это делать, опять, вы сами определяете внутри своей организации. Поэтому в настоящий момент у нас работа специалиста по охране труда, это в том числе такая творческая работа. Многие выдумывают новые образцы документов, новые выдумывают, новые подходы к проведению обучения, инструктажей и прочее. Новаторские какие-то. Мы сами перенимаем опыт специалистов, стараемся транслировать его. Наши коллеги с Минтруда специально каждый квартал спрашивают со специалистов на местах передовые практики, которые мы можем транслировать уже на всю Россию. И опыт действительно такой есть. Некоторые наши самарские организации, их передовой опыт вышел на федеральный уровень, на уровень всей России, и в том числе нашел свое отражение в разрабатываемых новых нормативно-правых актах. Поэтому тут тоже есть такая двусторонняя связь. Не только законодатель транслирует нам, как нам нужно работать, но и самые передовые практики, они находят свое отражение в законодательных нормативно-правых актах. Поэтому здесь еще в том числе и творческая работа. Очень интересная. Очень интересный. Последний вопрос на сегодня. Вот все эти семинары, обучение и консультации бесплатно? В обязательном порядке. Все наши коллеги, мы и профсоюзы, инспекции, Минтрут, мы проводим исключительно бесплатные мероприятия. Было бы желание, ждем всех желающих. Приходите, пожалуйста. Поможем, подскажем. Подскажем, поможем в обязательном порядке. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Увидимся вновь, потому что, на самом деле, охрана труда – это важнейшая часть нашей жизни, потому что без этого, собственно, труд сам невозможен. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, заместитель начальника отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова